Во дворце Спорта Кристалл хоккейный клуб Тамбов принимал гостей из Владимира. Прием второй команде Лиги был оказан радушный. Обе встречи остались за приезжими хоккеистами. Рассказывает Алла Лавриненко. Болельщики надеялись, что после поражения первого дня 0-5 тамбовчане соберутся и дадут бой. Не угадали. Турнирная ситуация наших игроков стимулировать не могла. Шансы побороться за медали чемпионата России давно потеряны. Видимо поэтому тамбовские хоккеисты решили особо не упираться. Первую шайбу Владимирсы забросили играя в меньшинстве. Этим нападающие гости не ограничились и продолжили издеваться над обороной хозяев. На этом терпение Михаила Щетинина лопнуло. Второй период тренер начал поменяв Черняева на Черноскутова. Как оказалось шило на мыло. Андрей пропустил еще три шайбы. Но в отличие от первой встречи на этот раз счет размочил Сергей Бурмистров. А героем матча стал 18-летний Илья Федосов. Единственный в составе Тамбова, кому было обидно безвольно проиграть. Парень действительно старался и стал автором двух голов. Проиграл команда, не тренер. Сами виноваты, что так сыграли. Не реализовали в новых моментах. Но не пропустили свои ворота. Сами привезли. Игра 28 номера стала приятным сюрпризом не только для любителей хоккея, но и специалистов. Единственный позитив, который я вижу и очень большой, это то, что на ведущую роль у нас выходят наши молодые хоккеисты. И как бы они уже приносят ощутимую пользу команде. Среди причин поражения Владимир Виноградов назвал также отсутствие у хоккеистов должного настроя на игру. Ну, хотелось бы, прежде всего, у болельщиков, конечно, за такие игры попросить прощения. Они нас поддерживали, они и пришли на эти игры, и все-таки верили в нас. То, что мы, несмотря на то, что уже потеряли вот эти вот шансы играть за медаль, но все-таки дадим бой там при своих болельщиках, не получилось. Наверное, морально все-таки мы не готовы были к этим играм. Заключительные матчи в чемпионате Тамбовщане проведут следующие выходные против брянских хоккеистов. Станет ли точка в сезоне радостной для болельщиков, будет ясно совсем скоро. Алла Лавринянко, Владимир Крымкин, Вести Тамбов.